ну значит специально неделю не выпускал никакие видео не составлял никакие там свои мнения или аналитические прочее специально ждал пока расскажут нам про сюжет из кейфром тарков и в общем что мы получили на прошлой неделе собственно подтверждение всех моих слов насчет сюжета то есть же это можно будет трактовать вольно то есть каждый для себя сам определяет что там будет сюжете и какие там будут моменты значит но основную часть нам будут рассказывать через все-таки описание предметов и квесты то есть вот эти маленькие вставочки которые нам показали в группе основной вконтакте про там газетные статьи там статьи в журналах в общем они все имеют такой общий характер где в комментариях наверное с десяток или сотню может быть разных предположений что там будет дали но большей части все эти предположения сводятся к тому что нас ожидает в конце ядерный взрыв или что типа того в общем какие-то съезжание в крайней банальности знаю если такое будет конечно это вот пал как мне кажется потому что сюжет все-таки можно сделать более интересным в мире из более интересные вещи чем не знаю ядерная там катастрофа его ядерная война в общем и прочее что еще мы увидели на прошлой деле такая незамысловатая реклама опять же в группе вконтакте значит поставщиков железо странная реклама железо потому что железо там явно не для этой игры я так понял что в принципе можно запускать на любом железе эту игру там на низких настройках на высоких то есть высокие максимально ничем не отличаются все равно уровня от этих кинематографических роликов и роликов этих альфа геймплея и прочего до этого мы все равно не дойдем зачем мощный компьютер если не надо прорисовывать хорошо задники и прочее то есть даже несложному учитывая что игра будет на держит x11 но вряд ли конечно будет 9 на 10 держит икс и так понимаю 12 вообще поддерживаться не будет потому что ну смысл подгонять игру под держит x12 про виртуальную реальность никита буянов в своем последнем интервью на радио собственно тоже сказал что бред полнейший ну отчасти я согласен в принципе шутер очень тяжело виртуальной реальности как-то воспроизвести другой стороны есть такая компания valve и они виртуальную реально запустили dota 2 игра изометрические то есть никакой речи от игры от первого лица даже но третьего там есть такое что то похоже ну скажем так это больше режим спектратора наблюдателя а здесь нам предлагают уже виртуальную реальность ну ладно так а в принципе зачем нам новаторские какие-то идеи мы возьмем все старое почерпнем скажем так переработаем сделаем все лучше но не совсем опять же сюжетом я уже приводил ранее примеры сюжет который раскрывается путем квестов и описание предметов это игра dark souls отчасти такой подход есть в игре и фенштейн и ордер где сюжет раскрывается не только основными квестами там описанием всяких предметов больше газетными заголовками и музыкальными композициями описание групп которые эти музыкальные композиции исполняет в общем там мир очень хорошо скажем проработан принципе все логично там описано что мы имеем в escape from tarkov на прошлой неделе значит нам каждая статья которая выходила практически каждый день должна была нам рассказать какую-то определенную историю все эти истории были связаны между собой каким-то связующим словом или названием к примеру в первой было охрана предприятия тигр 1 2 значит статья связывается во второй кстати статье где вот это письмо оперативника господи я я не знаю такой ты стёб что ли или что то есть таким каллиграфическим почерком не знаю таким почерком писал наверно пушкин вот это письмо и вот эти фотографии которые там я знаю из общего доступа взятый дуб сможет он это все смотреть далее получается вот этот письмо оперативника со следующей новостью практически никак не связано и значит дальше там опять этот оперативник тигр и журналист вот это вот все короче нас подвели к тому что узкие from tarkov появляется своя страница вики то есть там имеется одна только страница вообще такое описание города там его там характеристики скажем так климат климатография там животный мир такое политически ну в общем сколько это все придумали но у меня такое чувство что придумали где-то за пару дней и все это взяли такие кинули на отцепись на это все очень забавно смотреть и мне кажется что такими темпами вот это вот ожидание недели что вот нам будут рассказывать про интересный сюжет и в конце мы имеем блин страницу википедии такую одну какой-то без всяких там других как бы переходов и прочего спорный момент наталкивает на мысль что игра не совсем сюжетно ориентирована она скорее будет ориентирована на фанатское творчество когда будет предлагаться там over 9000 всяких сюжетных поворотов которые в игре как бы ну как бы не могли быть ну по идее их там и нету или можем могут быть как-то там но все это уже достроили в умах своих фанат и написали на форумах контактики и прочее это насчет сюжета далее все пропускают очень интересную такую детали если зайти на официальные сайты посмотреть паки предзаказов то некоторые из паков поменяли скажем так своим не описание как бы суть пока теперь все паки обеспечивают гарантированный доступ бета-тест то есть от стандартного издания за 1600 до там издания за 2 600 за 3 600 понятно 4 900 вот то есть отличие между паками теперь минимальны как бы 1600 по сравнению со всеми остальными но отличается тем что в нем практически никаких нет плюшек а издания за 2 600 и 3 600 теперь практически не отличаются отдавать больше чем две с половиной тысячи рублей за игру только чтобы попасть в альфа тест знаете она того не стоит можете зайти на youtube значит зайти на канал одного человека который выпускает видео escape from tarkov практически каждый день посмотреть его там over over много там 40 наверное видео и об игре узнать все то есть его мне нужен альфа тест альфа тесте вообще сейчас смысла никакого нету почему я так говорю я сужу по закрытой ветке форума где идут предложения замечания бак репорты и как их обрабатывают напомню за два месяца вышло только два патча то есть что мы имеем после двух патчей такая горсточка каких-то нововведений и больше ничего стандартные баги ну как-то не знаю не правятся до баги с новыми видеокартами md как-то решились но первых да тут уже md сами накосячили тут они выпустили пару обновлений для драйверов после этого видеокарты стали работать ну чуть получше в играх но вы sky from tarkov все равно пришлось танцевать с бубном через панель md radeon которая устанавливается вместе с драйверами пришлось кое-какие настройки выключить но если кому-то интересно у кого-то такая же проблема можете почитать об этом на форуме по моему кто-то об этом писал я не хочу писать об этом на форуме потому что ну буду палиться скажем так хочу до конца оставаться инкогнито вот до зашел у меня разговор о паках гарантированный доступ бета-тест то есть за 1600 вы можете сейчас приобрести этот пак самый дешевый и получить доступ бета-тест который обещают нам в ноябре но я думаю что он будет следующем году почему потому что скорее всего ноябре начнется закрытый бета-тест и что нас ожидает в итоге нас ожидает бесконечно долгая бета которая возможно когда-нибудь закончится но нас ожидает игра в долгой бете но релиз со всем контентом ближайшее время нас релиз не коснется то есть у нас будет бета-тест будет постоянно какой-то новый контент наверно каждый месяц если посмотреть как в альфа-тесте выпускают крупные патчи ну помимо мелких там всяких вправок которые вообще незначительные ну может кому-то там проще после этого играть то есть в 1 месяц нас ожидает какой-то патч с контентом мы будем сидеть играть в это все каждый месяц получить что-то новое поэтому я не думаю что когда начнется бета прям кто-то будет задротить несколько недель и пройдет там игру то есть выберется из таркова мне кажется такую возможность в первый год наверно нам никто не даст то есть мы будем играть в эту пока будет выпускаться новый контент что это означает это означает что по сути сейчас уровне контента в игре мало что готово то есть разработчик рассказывает сейчас что вот он не едет на игромир потому что ему надо полировать там механики сетевой код и прочее но мне кажется что они кстати не поехали на игромир потому что им просто сейчас нечего там показывать все что они показали на gamescom месяц назад то есть ничего не изменилось сейчас поэтому сейчас показывать собственно ничего и будем иначе сидеть в бете как всем известные танки белорусской компании wargaming которые находились там сколько четыре наверное или три года в бете но сейчас там между прочим версия не 1.0 примеру war thunder отличается тем что у него уже релиз как бы был там версия 163 сейчас то есть как бы релиз уже был давно а вот картошка еще не знаю ну вроде у них тоже релиз как бы там как-то объявлялся но версия то все равно не 1.0 поэтому тарков скорее все пойдет по этой же стезе что нам это сулит возможно такие же проблемы как в world of tanks то есть с появлением нового контента новое оружие лучше чем старое и ну будет будет там пара имба пушек значит определенный набор обвесов которые по умолчанию нужны для хорошей игры и с новым контентом мы будем получать все более более крутые навороченные оружие пушки обвесы которые как бы вначале будут все использовать и потом его перестанут опять использовать потому что она среди них выделиться там определенные палки нагибалки и такие кактусы которые никто использовать не будет примеру вместо обычного коллиматора будут все использовать двойные коллиматоры поголовно навешивать на каждое оружие прицел но я смотрю такая мода прям почти все оружие в игре можно оборудовать прицелом ну как бы к реальности это ну да в реальности все хотят ставить на свое оружие прицел вот и все в итоге мы имеем все же про что я говорил рваный сюжет который будет полнится только за счет фанатского творчества имеем вернее не имеем определенную дату релиза мы будем иметь урезанный контент в начале который будет увеличиваться со временем и скорее всего дополнение нового контента добавление его в игру будет зависеть от того как эта игра будет продаваться поэтому если сейчас посмотреть сколько сейчас в контакте в группе примерно человек там около 60 там пяти или семидесяти тысяч шестьдесят девять тысяч вот если купит хотя бы 50 тысяч то игру будут поддерживать около года мне кажется потому что если игру будет покупать все меньше и меньше людей то разработчик просто на нее забьет собственно как он забил на contract wars и многие проекты но тех проектов которые студия взялась но не доделала может потом как-нибудь очень расскажу если хотите то напишите об этом в комментарии скажите что вот я хочу услышать что там разрабатывали раньше что они не сделали может кому-то интересно что там советовал никита буянов на всяких встречах геймдево как эти советы отразились на игре escape from tarkov ну и прочее наверно все долгий уже получился подкастик все тогда буду прощаться со всеми пишите в комментарии что-нибудь жмите лайки дизлайки кому как все всем удачи пока пока